Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Счастливая случайность. В Баба-Юрте мужчина пытался сжечь девушку, но промокшая зажигалка спасла ей жизнь. Новые дороги, комфортная езда. В Суримонстальском районе начали ремонт автотрассы Куркент-Корчак-Сертыч. Нашиды, проповеди и строки из священного Корана. Грандиозный мавлит кумырского народа состоялся на территории Духовного центра имени пророка Иссы Миры. Бег ради жизни. Более 1 миллиона рублей собрали участники второго благотворительного забега от фонда Инсан. В Баба-Юрте мужчина пытался сжечь девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Накануне в отдел полиции обратилась потерпевшая, которая рассказала, что неизвестный, угрожая расправой, облил ее и ее дом бензином. Однако, более у случая, промокшая зажигалка не сработала. Затем злоумышленник скрылся, но полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель села. По словам мужчины, потерпевшая отказалась прекратить близкие отношения с его женатым другом, что его и разозлило. В зоне ручки я тоже поехал в зал бензин, хотел поджечь ее. Ну, взяли мне и дальше что сделали? Дальше я к ней домой зашел, я ей сказал, ты будешь дальше с ним встречаться? Она сказала, нет, я дам. А, она сказала, да, я буду. Сначала остановите его. Я ей сказал, если ты не захочешь, то он никак не может прийти сюда. Дальше у меня в пакете баклочки были. Я взял одну, залил на всю комнату, вторую налил на нее и на себя я хотел поджечь, и зажгулка не зажгулась. И все дальше было? Потом приехали сотрудники, доставили в отдел. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в Кизыл-Юртовском районе, из-за чего пострадали 4 пожилых человека. Накануне ночью местный житель за рулем машины ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с приорой под управлением жителя Хасавюрта. В результате автоаварии оба водителя и пассажиры Лады 99-й модели были госпитализированы. К другим темам предприниматели Махачкалы продолжают оказывать помощь солдатам, участвующим в СВО. На призыв мэра Салмана Дадаева собрать посылки военнослужащим вслед за медицинским центром «Астромед» отозвала сеть АЗС ВНК. Накануне городоначальник встретился с заместителем директора АЗС Гаджимурадом Нуховым. Посылки будут формироваться в зависимости от запросов, поступающих от ребят, выполняющих воинский долг. Видим, что в данной работе многие подключились. Мы тоже решили внести свой вклад, не остаться в стороне для решения общей нашей задачи. Спасибо. Спасибо. Это очень важно. Очень хорошо. В год Великой Отечественной войны тоже отдельные заводы, кроме того, что они выполняли свою работу, собирали продукцию, они собирали деньги и оплачивали отдельные флоды того, что оплачивали полностью изготовление танка именного от завода, там какого-то самолета. Очень приятно, что ваше предприятие тоже в сеть заправок УНК не осталось в стороне от этой ситуации и присоединилось к нашей акции. Это очень похвально, это очень правильно, патриотически правильно. Да, это наша общая цель. Мы считаем нашим долгом помочь нашим ребятам. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. То есть, с нашей стороны тоже это незамечено не останется. И два пункта помощи у нас организованы. Один на базе Махачкала продукт на Энгельса 23 и один на базе управления торговлей, традиционно уже там на Логино 39. Собеседники в ходе встречи выразили уверенность, что в ближайшее время к проводимой работе по сбору посылок присоединятся и другие бизнесмены. В Сулеймастальском районе начали ремонт дороги Куркент-Корчак-Сертыч. На сегодняшний день завершаются работы по реконструкции искусственных сооружений и подготовке основания земляного полотна. Параллельно идет укладка асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин. Дорога соединяет населенные пункты муниципалитета с райцентром Касумкент. Кроме того, данный маршрут связывает по кратчайшему пути Сулеймастальский и Табасаранский районы. Ежедневно на объекте задействовано более 10 единиц спецтехники. Завершение ремонта сводом в эксплуатацию трехкилометрового участка дороги запланировано на конец ноября этого года. Грандиозный мавлит кумыгского народа состоялся на территории Духовного центра имени пророка Исы Мирьему. Насыщенная программа и розыгрыш 10 путевок на Малый Хадж среди почетных гостей муфтии республики шейх Ахмад Афанди. Обо всем подробнее расскажет Хамзанур Магометов. Впервые на территории Духовного центра собрались более 7 тысяч представителей кумыгской национальности. Среди них известные ученые Дагестана, представители власти и общественности. Почетным гостем мероприятия стал муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди и его супруга Айна Гамзатова. Для зрителей в этот день звучали строки из священного Корана. Нашиды как на арабском, так и на родном кумыгском языке, а также проповеди известных ученых. Пусть Аллаху Таалу побольше сделает таких маджесов. Пусть Аллаху Таалу сделает нас из числа тех, которые участвуют в таких маджесах и находятся в таких маджесах. Пусть Аллаху Таалу пора как этого маджеса распространить всему Дагестану и России. Столько людей собралось здесь. Увидит столько людей. Душа радуется за такой ниамат, за то, что Аллах дал нам такую возможность собраться здесь в таком количестве. И дело дуа восхвалят Аллаха, восхвалят его любимца Мухаммада. Для всех участников маджеса накрыли вкусные столы. Между выступлениями на сцене по номеркам разыграли 10 путевок на Малых Адж Умра. 0,3,80. Сегодня я чувствую женский день у нас. Я не ожидала, конечно, но очень счастлива. Атмосфера прекрасная. Прекрасное обслуживание. Очень понравилось мне все это. От волнения даже разговаривали, да, речь потеряла. Мы очень счастливы сегодня. Когда мы сюда ехали, мы приехали с коллективом Сосовюрта, 12-я школа, МКУ СОЖ-12, с нашим директором Патимат Гаджиявной. Патимат Магомедовна организовала нашу эту поездку, наша заучая организатор. Мы были очень рады, внесли небольшой вклад, но все-таки какой-то вклад мы внесли в это дело. И мы прям были счастливы. Единственный выходной, но мы его посвятили этому дню. И когда ехала, я как-то еще им пошутила. Я говорю, я выиграю сегодня путевку. Они смеялись. И вот я первая вышла, выиграла. Еще моя коллега выиграла, чему я очень рада. Аллах рази вовсум всем, кто организовал это. В этот радостный день мероприятие постили молодожены. Их пригласили к сцене и объявили о вручении меценатам для них двух путевок на святые земли Мекки и Медины. Чего я не женился сегодня? Без жеребьевки вам две путевки на умра! Две путевки на умра! Что-то мне подсказывалось, что надо было за... Хорошо у вас начался этот... Да? Что еще сказать? Мы вам искренне поздравляем. Откуда вы? Вы с Кизляра сами приехали. С Кизляра! Машаллах! Пусть Аллах не спошлет баракад. Вам огромное спасибо, что пришли, поприсутствовали. Вы сегодня стали украшением этого мероприятия. Кульминацией вечера стало совместное чтение салавата и молитвы дуа от муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Организатором мероприятия выступило духовенство республики. При поддержке спонсоров... Мы очень хорошо на Машу и Бамулет приехали. Мы с Бунашка района Селени Эрпели. Мы очень рады на такой мероприятие. Аллах Абулет! Аллах Абулет! Аллах Абулет! Очень понравилось. Очень. Такой масштаб вообще шикарный. Прям я очень довольна, что пришла. Спасибо всем организаторам. Да, я вам что побольше таких мероприятий. И да Аллах разумеется Аллах. Аллах, бэр бізге шуни яхшилу кайо лукмада Аллах насилеется Аллах. Я река это объяснить уже не объяснимая. Аллах очень рады, добродушных все люди уже довольны остались. Притом вы смотрите нашим счастливчикам смотрели. Какие радостные. Я хочу еще особо поблагодарить инициаторам вот этих мероприятий. Дай Аллах, что это наша мечеть, объединяющая все наши народы в Дагестане. Подобного рода мероприятия, они важны. И каждый вклад в такое мероприятие – это вклад в стабильность и спокойствие в нашем обществе. Потому что здесь, братья, видятся, укрепляются братские отношения. Хамзанур Магомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дополнительные рейсы из столицы Дагестана запускают в Дубай. Государственная авиакомпания «Флайт Дубай» в осенне-зимний период запускает дополнительные рейсы из Махачкалы в один из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай. Также сообщается, что авиарейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-805 раз в неделю. Вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье. Бег ради жизни. Более 1 миллиона рублей собрали участники второго благотворительного забега от фонда «Инсан». Средства в режиме онлайн отправили на помощь тяжелобольным детям. Всего на старт забега вышли около 3000 человек. Маршрут пролегал по центральным улицам Махачкалы. В забеге участвовали жители столицы и других уголков республики в возрасте от 5 до 69 лет. Курбан Рагимов с подробностями. Позитивный настрой, бодращая разминка и полная готовность. На стадионе имени Елены Исимбаевой спортивный праздник. Второй благотворительный забег от фонда «Инсан» собрал около 3000 человек. Перед началом участников на путь столи депутаты, известные спортсмены и представители муфтията. Какое чувство радости на душе, потому что видят, сколько лиц, дети, взрослые. Человек, который под 80 лет. Какой пример показывают наши молодежи. Дети, по-моему, 5 лет и 7 лет. Вот тысячи людей пришли поддержать эту акцию. Это не только бег, это просто бег состраданий, поддержка нуждающим. Мы должны помогать, поддерживать. Внимание! Марш! Маршрут забега пролегал по центральным улицам Махачкалы, Яракского, Ирчи-Казака, Дахадаева и проспекты Мама-Шамля с финишем на стадионе. В едином порыве дистанцию преодолевали люди абсолютно разных профессий, возрастов и спортивной подготовки. Дагестан всегда славится и славится таким отношением к спорту, к здоровому образу жизни. Но проведение таких массовых акций, они еще способствуют сплачиванию нашего народа. И я должен поблагодарить и всех участников от мала до велика, потому что были совсем маленькие дети, были совсем взрослые люди почтенного возраста. Поэтому всех я их тоже хочу поблагодарить за участие, за поддержание. И само название «Бег ради жизни», «Бегай, поддерживай свой образ жизни», мы спасаем и помогаем. Без проблем и с хорошим настроением до финиша добежали все. Богомая Губов – самый возрастной участник, ему 69 лет. Спорт для этого аксакала – стиль жизни. «Везде, всегда, в любую погоду, ни разницы нету, где я не был, в какую сторону бегать и когда. Любое время, суток я выхожу, бегаю. После работы бегаю я, два часа стою, бегаю. Часто борюсь среди ветеранов. Приятно, что в Дагестане раньше такого не было. Мы легендарным Али Алием утром вставали, бегали, на море ходили». Первым к финишу пришел махачкалинец Магомед Али Гаджиев. Его и остальных призеров наградили памятными кубками и медалями. А кульминацией мероприятия стало закрытие сразу шести сборов. Всего забег собрал 1 миллион 15 тысяч рублей. Все эти средства в режиме онлайн были отправлены на помощь больным детям, подопечным фонда «Инсан». Благотворительный забег «Бег ради жизни» стал для фонда «Инсан» уже традиционным. И сегодня мы провели уже второй общий республиканский забег, где мы собрали несколько тысяч участников. От разных уголков нашей республики приезжали люди, чтобы поддержать этот забег. В общей сложности с сегодняшним забегом собранная сумма составила 1 миллион 15 тысяч рублей. Это те средства, которые активно поддержали наши спонсоры, которые на наших баннерах развешены, и все те участники, которые пожелали пожертвовать средства при регистрации. Студенты, школьники, коллективы приходили, поддержали этот забег. То есть он стал таким немного объединяющим фактором, да, народным забегом. Ну и мы видели результат, это несколько спасло на жизнь. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте, а также на Яндекс. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова